Я передам слово профессору Вячеславу Николаевичу Ардашеву, который дальше будет вести это заседание, потому что оно будет состоять из разных докладов, до разных, так сказать, людей, с демонстрацией больного. И я позволю себе сидеть уже на скамейке запасных, слушать внимательно все, что будете рассказывать. У нас с вами тема внутригоспитальный инфаркт миокарда, клиническая картина, осложнение и исходы. И в заключение меня просили напомнить, особенно молодежи, о том, что у нас в социальных сетях много различных групп. Есть ВКонтакте, есть где еще? В Телеграме. Есть в запрещенных сетях, не будем их называть, а то нам скажут ай-яй-яй. Мы везде выкладываем все наши вебинары. Вебинары пользуются огромным спросом. Некоторые из них имеют сотни тысяч просмотров на протяжении нескольких лет. То есть это, в общем-то, достаточно сильно воспринятые врачами всех стран и различных городов тематика. Вот. Ну, сейчас я приглашаю Вячеслава Николаевича Ардашева сделать доклад. Пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Павел Андреевич, ну вот яркость представления сегодняшнего Павла Андреевич уже огласил нам. Действительно великий праздник, великая победа, ну и великие достижения в области исследований по инфаркту миокарда, которые, пионерами которого стали Василий Павлович Образов и Николай Дмитриевич Строжеско. И их публикация, первая в мире, которая была сделана на первом съезде русских врачей, она была очень значительна. Это была очередная победа русской передовой медицинской мысли. И профессор Джулиан, который известный кардиолог и в своей монографии по ишемической болезни сердца, он пишет о том, что вот победа и публикация Образов и Строжеско, она равносильно полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос, что русские имеют огромный потенциал. И этот огромный потенциал позволяет надеяться на дальнейшие победы, которые нам по плечу, и будем надеяться действительно, что все должно быть именно под тем законом российского менталитета, которые существуют в нашей стране. Итак, внутригоспитальный инфаркт миокарда. Проблема, которая появляется сейчас, и она сродни проблеме инфаркта миокарда второго типа. Первый тип инфаркта миокарда, согласно четвертому пересмотру классификации инфаркта миокарда, первый тип нам известен. Это тот инфаркт миокарда, в основе которого лежит атеросклероз венечных артерий, разрыв атеросклеротической бляшки и, как правило, тромбоз венечных артерий. И здесь мы уже привыкли к тому, что это та форма инфаркта миокарда, которая наиболее часто встречается. И это 40% примерно всех инфарктов, это вот инфаркты миокарда первого типа, и хороший эффект от лечения. И сегодня можно спокойно сказать о том, что на сегодняшний день первичное чрезкожное коронарное вмешательство стало приоритетным в лечении этой тяжелейшей патологии. Инфаркт миокарда второго типа, когда есть несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. Это второй тип инфаркта миокарда, это уже сложности дифференциальной диагностики, это уже та патология, которая на сегодняшний день вызывает и сомнения, и вопросы, и которые требуют рассмотрения. И так, этих инфарктов миокарда сегодня от 10 до 20-30%, и в этой группе сегодня наибольшая летальность. До 10% сегодня мы констатируем количество летальных исходов. Первая группа, инфаркты миокарда первого типа, сегодня, когда стали применять современные методы лечения, когда стали применять коронарографию для диагностики, и когда эта же коронарография является и лечебной процедурой, когда и проводим стентирование венечных артерий, здесь летальность уже снизилась до 3-2-3%. В целом, в стране сегодня летальность составляет 10-11%, по Москве эти же цифры. И на сегодняшний день летальность при инфаркте миокарда и при первом и втором типе, она имеет общую тенденцию к снижению. Далее, следующий, третий вариант инфаркта миокарда, согласно этого четвертого пересмотра, внезапная сердечная смерть, которая связана опять-таки с патологией венечных артерий, и эта патология сегодня также заслуживает самого тщательного изучения и самого тщательного подхода и внимания, потому что это все-таки связано с теми фатальными нарушениями сердечного ритма, которые возникают. Четвертый тип инфаркта миокарда – это когда патология касается тех осложнений, которые возникают. И это связано и с тромбозом стента, и с теми процессами тромбообразования и окклюзии венечных артерий, которые возникают. То есть, по сути дела, в какой-то мере, это уже те ятрогенные поражения, которые возникают при различных способах лечения. Это четвертый тип инфарктов миокарда. И пятый тип – это операция аортокоронарного шунтирования, которая также ведет к инфаркту миокарда. И вот в дифференциальной диагностике на сегодняшний день все больше и больше используются все те клинические признаки, которые были, которые известны нам со школьной скамьи. Первое – оценка болевого синдрома. Оценка болевого синдрома в 11-бальной системе, которая всегда там сегодня уже используется традиционно. И эта патология изучается. И болевой синдром входит в один из критериев от диагностики инфаркта миокарда. Второе – тропониновый тест. Тропониновый тест, который сегодня используется для диагностики, в первую очередь, инфаркта миокарда второго типа. Здесь тропонин. И вот этот показатель имеет высочайшую чувствительность. Вот 99% его диагностическая ценность. То есть на сегодняшний день этот показатель имеет чувствительность 90%. То есть 99% точности при использовании этого теста. Поэтому исследование тропонина на сегодняшний день является очень важным таким указателем на инфаркт миокарда. Следующая – динамика электрокардиографических данных. В этой связи нужно отметить, что динамика электрокардиографических данных, она совершенствуется. И те электрофизиологические методы, которые все шире используются, они широко внедряются. Можно говорить и о разработке новых методик, таких как дисперсионное коротирование электрокардиограммы. Когда электрический генератор сердца рассматривается с других позиций, когда он представляется уже не в виде диполя, а теория электрокардиографических отведений не является схемой равностороннего треугольника инфовена. А когда используются уже другие подходы, когда используется диагностическая ценность мультиполярных эффектов, которые вырабатывают, генерируют электрический генератор сердца, и само сердце сегодня описывается с других позиций. Здесь можно говорить еще и о других исследованиях, которые называются магнитокардиография, то есть разработка новых электрокардиографических методов, она ведется и очень широко. Далее, то наблюдение, которое сегодня имеем, это сопряжение сократительной функции мышцы сердца и нарушение коронарного кровотока, когда мы смотрим зоны гипотинеза, акинеза, они также разрабатываются, разрабатываются в первую очередь при нагрузочных пробах, но это тот подход, который позволяет судить локальной ишемии миокарда в отдельных участках его и таким образом выйти на диагностику инфаркт-зависимой артерии. Все чаще лечим мы сегодня ишемическую болезнь сердца с многососудистыми повреждениями коронарных артерий, и здесь очень важно определить, какой из этих сосудов, допустим, 3-4 сосуда повреждены, нужно стентировать. И здесь вот сочетание кинетики миокарда с электротизиологическими показателями позволяет нам достаточно удачно определить вот эту инфаркт-зависимую артерию для того, чтобы целенаправленно заниматься лечением этой патологии. Итак, вот снижение летальностей при инфаркте миокарда сегодня одна из тех задач, которые мы решаем военные врачи в мирное время. И поверьте, что вот те успехи, которые сопряжены, они основаны на прекрасном заделе наших учителей. Надо вспомнить Евгений Иванович Чазов, который предложил систему оказания помощи, неотложной помощи. И вместе, мы сегодня уже говорили вместе с профессором Черновым, они разработали схему лечения инфаркта миокарда. И даже внедрение организационных принципов позволило снизить летальность при инфаркте миокарда до 10%. А сперва было 30% летальных исходов при инфаркте миокарда. И сегодня то, что уже внедрение современных технологий, основанных на коронарографии, уже позволяет еще снизить. И вот внутри госпитальные инфаркты миокарда. Разная статистика. И 30%, и 40% летальных исходов, и даже 60% летальных исходов. Это особая группа больных, которые нуждаются и в уходе, и в разработке современных методов лечения. И вот этому вопросу посвящено будет сообщение, которое сделает Виталий Сергеевич Фоменко. Внутри госпитальной инфаркт миокарда, клиническая картина, осложнение и исходы. Группа авторов. Валерий Владимирович Боярицов, хирург, который занимается этой проблемой. Дальше. Грачев Денис Владимирович, кардиолог, который занимается неотложной помощью. Да, Шульдешова Наталья Вячеславовна, она перехватывает эстафету после, на этапе уже стационарного периода, когда пациент находится в палате кардиологического отделения. То есть вот такое содружество, которое здесь представлено на этом слайде, внутри госпитальной инфаркт миокарда, позволяет достаточно успешно решать задачи. Ну и Виталий Сергеевич, вам слово предоставим. Уважаемый Павел Андреевич, уважаемый Вячеслав Николаевич, уважаемые коллеги, я хочу присоединиться, естественно, к поздравлениям, которые прозвучали из уст председателя, из уст профессора Ордашева, поздравлением с прошедшим праздником Великой Победы, который очень важен для нас, который позволяет нам помнить, что было, и не допустить повторов тех ужасных событий, которые происходили. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию доклад по проблеме инфаркта миокарда, который возник в стационаре. Немножко истории. До конца 19 века инфаркт миокарда описывался как казуистика. Обнаруживался он при вскрытии умерших от неизвестного заболевания. И наши соотечественники, профессора Образцов и Строжеска впервые на первом съезде российских терапевтов в 1909 году представили доклад об инфаркте миокарда как о самостоятельном заболевании. А также была представлена первая классификация инфаркта миокарда, которую мы с вами знаем. Это ангенозная форма, гастрологическая форма и астматическая форма. Диагностические критерии инфаркта миокарда впервые были представлены Хериком в 2012 году. Важно отметить, что наши коллеги были первые в представлении инфаркта миокарда мировому врачебному сообществу. Также Херик предлагал определенные схемы лечения, то есть покой для пациента. Прорывом в терапии инфаркта миокарда можно считать назначение морфина. Мы знаем, что морфин остается ведущим лекарством для купирования болевого синдрома до настоящего времени. То есть почти уже 100 лет впервые предложил использовать морфин в своей работе доктора Бетфорд и Паркинсон в 1928 году. В 1961 году Джулиан предложил обеспечить интенсивное наблюдение за пациентами с инфарктом миокарда. Это послужило толчком к созданию кардиореанимационных отделений. У нас в стране этой проблемой занимался Евгений Ванчазов. И внедрение кардиореанимационных отделений в практику, кардиологическую круглосуточное наблюдение за пациентом, естественно, снизило во много летальность таких пациентов. Первым упоминанием об успешном применении фибринолитика для лечения инфаркта миокарда в 1958 году была работа Флетчера, что послужило началом большой эры терапии больных с инфарктом, то есть фибринолитической тромбоэтической терапии. У нас в стране первой ласточкой, так сказать, и первым в мире интракоронарную ввел фибринолитик Евгений Ванчазов в 1975 году. В 1974 году, можно сказать, что это была тоже поворотная веха в истории лечения инфаркта миокарда, немецкий кардиолог Грюнцик предложил в практику процедуру баллонной ангиопластики. В 1977 году первую ангиопластику стенозы левой нисходящей артерии выполняет Хёрст. Интервенционная кардиология с того времени не стояла на месте, она развивалась, и в 1986 году под руководством Сигварта впервые проведено стентирование венечной артерии. Основная масса научных исследований и публикаций относится к случаям инфаркта миокарда, который возник вне больницы. Проблемы инфаркта миокарда, которые развиваются непосредственно в стационаре, по нашему мнению, недостаточно изучена и обойдена врачами, научными кадрами медицины, и незаслуженно обойдена, потому что это очень большая проблема с очень большой летальностью. Естественно, врач всегда, его работа призвана для того, чтобы снизить летальность и дать человеку жизнь. Впервые о проблеме внутригоспитального инфаркта по анализу литературы мы видим, начал говорить Змеслинский в 1981 году, выходит в American Heart Journal, его статья. Далее, было достаточно много, но, по нашему мнению, все-таки не совсем эта проблема была представлена. Но в Российской Федерации мы видим первую большую научную работу, которая была посвящена внутригоспитальному инфаркту, она вышла в 2007 году, ее представил профессор Виталий Овсяников. Значит, еще раз о проблеме внутригоспитального инфаркта. Началом прицельного изучения проблем внутригоспитального инфаркта, еще раз повторюсь, что это было в 80-е годы, и занимались этой проблемой ученые-кардиологи Змеслинский и Лабот. Значит, в 90-х годах этой проблеме не так уделялось много внимания. Единственное, мы знаем, что вышла большая работа, большое исследование западно-германское под название МИРТО. Далее период с 2000 по 2020 годы научно-медицинское сообщество больше обращает внимание на данную проблему. Ей занимались такие ученые, как Хьюмин Дэй, Майнорд, Лау, Коул, Эрни. У нас в стране занимались Виталий Овсянников, Лыков, Дятлов, Морозова и Дворецкий. Доля внутригоспитальных инфарктов миокарда достаточно высока. По нашим данным, из всей массы инфарктов миокарда внутригоспитальных инфарктов отводится 21,8%. Летальность при внутригоспитальном инфаркте миокарда составила, смотрите, это огромная цифра, 65,7%. Интригоспитальный инфаркт возникает у тяжелых коморбидных пациентов. Начало заболевания зачастую стерто, затушевано картиной сопутствующих заболеваний. Сроки возникновения, как правило, это первые-третие сутки от поступления пациента в стационар, либо на первые-вторые сутки после проведенного оперативного вмешательства у хирургических пациентов. Несмотря на возможности стационарного обследования диагностика внутригоспитального инфаркта, достаточно сложна, что обусловлено отсутствием яркости и типичности клинической картины и тяжелым соматическим статусом пациента. Целью нашего исследования явилось исследовать и сравнить особенности клинической картины, осложнения, исходы, результаты чрезкожного коронарного вмешательства у больных с внутригоспитальным инфарктом миокарда. И сопоставить эти данные с больными, которые поступили первично, которые поступили в стационар по каналам скорой помощи, у которых инфаркт развился вне стационара. Также определить решающее правило прогнозирования благоприятного, либо неблагоприятного исходов и показания для выполнения чрезкожного коронарного вмешательства в группе пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда. Задачами исследований явились провести сравнительный анализ течения внутригоспитального и внебольничного инфарктов миокарда, леченного с применением ЧКВ. Выявить патагномоничные факторы, характерные для инфаркта миокарда, развившегося в стационаре. Оценить тяжесть и уровень летальности при внутригоспитальном инфарктом миокарда. Оценить целесообразность и эффективность проведения чрезкожного коронарного вмешательства у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда. На данном слайде представлен контингент больных. Всего мы исследовали 131 человек. Их разделили на две группы. Основная группа и контрольная группа. В основную группу вошли 70 человек. Это пациенты с внутригоспитальным инфарктом. И группа контроля, 61 человек, это пациенты с инфарктом миокарда, развившиеся вне больницы. И которые поступили именно на лечение по диагнозу инфарктом миокарда. Методология исследования построена на основании ретроспективного анализа истории болезни пациентов клинической больницы номер один управделами президента в период с 2014 по 2019 годы. Для достижения поставленных целей нами была разработана аналитическая матрица, которая включала 87 анамнестических, клинических, лабораторно-диагностических и инструментальных признаков. Повторюсь, что в исследовании было включено 131 человек, 70 составляла основная группа пациентов с внутригоспитальным инфарктом, 61 пациенты с вне больничным инфарктом миокарда. Статистическая обработка данных проводилась на основании компьютерной программы статистика 10 выпуска. Проверка соответствия распределения показателей нормальному закону проводилась по величине коэффициентов асимметрии и эксцесса критерий Калмогорова-Смирнова. При нормальном распределении значения определялись средние и стандартные отклонения. При распределении отличным от нормального медиана и интерквартирный размах. Для сравнения количественных показателей разных групп пациентов и данных динамики для нормально распределенных переменных использованы парные и непарные Т-критерии студента. Оценка различий для качественных показателей проводилась с использованием метода статистического анализа Хи-квадрат критериев Пирсона. Критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона применялся в тех случаях, когда закон распределения исследуемых величин отличался от нормального. И в ходе анализа различия определялись как статистически значимые при достигнутом уровне значимости П менее 0,05. На данном слайде вы видите ЭКГ пациента с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ и данные коронароангиографии до и после оперативного вмешательства на инфаркт зависимой артерии. Первичное ЧКВ в нашей клинике является основным методом лечения инфаркта миокарда. По нашим данным в группе контроля выполнено 52 первичных ЧКВ, что составило 85,2%. Летальность у этих пациентов составила 3,3%. Достаточно низкая летальность и она коррелирует с летальностью по стране. Среди значимых осложнений мы наблюдали тромбозы стенда, острый репульфизионный синдром, кардиогенный шок. При анализе данных анамнеза пациенты с внутригоспитальным инфарктом миокарда значимо различались от пациентов группы контроля по следующим показателям. Чаще это были женщины, такие пациенты были более пожилые, разница в возрасте составила более 20 лет. Они имели более длительный анамнез по гипертонической болезни. В среднем пациенты основной группы имели 20-летний стаж гипертонии, пациенты контрольной группы около 10 лет. Также часто, чаще у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда упоминались в анамнезе перенесенный в прошлом инфаркт миокарда и стентирование венечных артерий. По количеству проведенных больших кардиохирургических вмешательств, то есть автокоронарного шунтирования, мы достоверного различия не получили. Более чаще пациенты основной группы имели данные о наличии облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Данный признак говорит о более тяжелом, естественно, течении атеросклероза. Также пациенты с внутригоспитальным инфарктом миокарда чаще имели нарушение углеводного обмена, а именно сахарный диабет, что напрямую связано с ангиопатиями и рисками развития острых коронарных событий. Пациенты с внутригоспитальным инфарктом миокарда имели более высокую степень хронической сердечной недостаточности в сравнении с пациентами с небольничным инфарктом миокарда. В клинической картине у пациентов, у которых инфаркт миокарда случился в стационаре, наблюдали следующие особенности. Чаще регистрировался инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Средняя частота сердечного сокращения была намного выше, и она составляла более чем 20 ударов в минуту по сравнению с пациентами группы контроля. Присутствовали более низкий уровень систолического и диастолического давления. Наблюдались высокие степени острой сердечной недостаточности по килипу. При этом болевой синдром, можно сказать, он был не таким выраженным, как у пациентов группы контроля. У больных с внутригоспитальным инфарктом миокарда чаще сопутствовала фибрилляция предсердий. Такие пациенты были более тяжелы и имели более неблагоприятные прогнозы исходов по шкале ГРАИС. На данном слайде представлены данные о топике инфаркта миокарда и выбранной тактике лечения. У пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда чаще наблюдалась передняя распространенная локализация поражений сердечной мышцы. Коронарография и последующее стентирование проводилось значительно реже у группы пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда. Коронарография в 32,9% случаев и стентирование последующее в 31,4% случаев. Это было обусловлено наличием тяжелого соматического состояния таких пациентов, имеющимися противопоказаниями к проведению ЧКВ. По данным коронароангиографии все пациенты имели множественное поражение венечных артерий. В контрольной группе степень стеноза была выше, что в соответствии с данными КГ и эхокардиографии определяло инфаркт на зависимую артерию и давало возможность успешного проведения чрезхожного коронарного инфаркта. У пациентов основной группы мы наблюдали более выраженную воспалительную реакцию крови, четко прослеживался у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда анемический синдром, а также признаки гипкоагуляции. Это все вы можете видеть в данном слайде. На следующем слайде мы бы хотели представить биохимические показатели. В группе больных с внутригоспитальным инфарктом миокарда, развившимся в стационаре, мы наблюдали, очевидно, более тяжелый синдром поражения почек, признаки более тяжелого поражения печени, а также сниженные значения высокочувствительного тропонина Т в сравнении с пациентами инфаркта миокарда, развившимся вне больницы. При анализе данных инструментальных исследований мы выявили чаще диагностируемые зоны гипокинеза у пациентов основной группы и более частое наличие зон акинеза и дискинеза у пациентов контрольной группы. Фракция выброса, хотя и была ниже у пациентов основной группы, но различия были недостоверны. Эти данные могут косвенно говорить о сохранении жизнеспособности миокарда у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда и возможности более широкого применения ЧКВ при лечении таких больных. На следующем слайде мы бы хотели представить вам исходы лечения больных с инфарктом миокарда, развившимся в стационаре. По нашим данным летальность, еще раз повторюсь, очень высока и составляет, по данным нашего исследования, 65,7%, в отличие от пациентов, которые поступили первично в больницу с диагнозом инфарктом миокарда. Также мы бы хотели визуально показать отличия по летальности у пациентов с инфарктом миокарда, развившимся вне стационара, при различных тактиках лечения, то есть оперативных и консервативных тактиках. Вот вы видите на первом столбике процент летальности у пациентов с вне больничным инфарктом при своевременном проведении оперативного вмешательства составило 2,3%. При выбранной консервативной тактике летальность выше, она составила 10,7%. Особенно акцент я бы хотел сделать на последнем столбце. Это показатель летальности при внутригоспитальном инфаркте миокарда 65,7%. Но я хочу сказать, что эта летальность не зависит от выбранной тактики лечения в нашем исследовании. На данном слайде представлена очень важная информация, которую напрямую характеризуют исходы лечения у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда при проведении коронарографии и последующего стентирования. Так была выполнена коронарография у 23-х человек с внутригоспитальным инфарктом миокарда, при этом стентированных было 22 человека. Выжило при наличии выполнения стентирования, из них 16 человек, умерло 6. Не выполнена коронарография и стентирования у 47-х человек, из них выжило 8, а умерло 39 человек. Четко прослеживается разница, и таким образом при выполнении стентирования шанс выжить у пациента с внутригоспитальным инфарктом составляет 72,7%, а при отсутствии коронарного вмешательства выживает, по нашим данным, всего 17,1% пациентов. На данном рисунке представлена структура распределения возникновения внутригоспитального инфаркта миокарда в различных клинических отделениях. Это была кардиология 25%, неврология 17%, терапия почти 19%. Большая часть пациентов с внутригоспитальным инфарктом была в отделении хирургического профиля, что составило 38, почти 39%. В заключении мы хотим сказать, что сравнительный анализ двух групп пациентов выявил следующие особенности, которые имели больные с внутригоспитальным инфарктом миокарда. Более пожилой возраст, пациенты женского пола, тяжелый сердечно-сосудистый анамнез и коморбидность – это гипертоническая болезнь, перенесенные ранее инфаркт миокарда, перенесенные ранее чрезкожно-коронарные вмешательства, нарушение ритма сердца, тяжелые степени сердечно-сосудистой недостаточности, перемежающая хромота, атеросклероз артерии нижних конечностей, сахарный диабет. Чаще такие пациенты имеют инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, у пациентов с внутригоспитальным инфарктом тяжелее клиническая и лабораторно-инструментальная картина. Они имеют на момент возникновения инфаркта миокарда фибрилляцию предсердий, более тяжелые степени острой левожелудочковой недостаточности по килипу, склонность к гипотонии, переднераспространенную локализацию поражения сердечной мышцы, более высокую воспалительную реакцию крови, склонность к анемическому синдрому, гипокоагуляции, нарушению функции печени и почек, а также более высокий уровень давления в легочной артерии. Из факторов риска летального исхода у пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда мы выделили следующее. Это отсутствие указаний на проведенное чрезкожное коронарное вмешательство в анамнезе, наличие желудочковой аритмии в анамнезе, наличие ранее более тяжелой степени сердечной недостаточности, более тяжелого функционального класса, более тяжелую, а именно вторая, четвертая степень левожелудочковой недостаточности по килипу, полная блокада левой ножки пучка агиса, большее количество лейкоцитов и более высокие значения соя, более высокие концентрации кардиоспецифических ферментов, а, прошу прощения, более высокая концентрация мочевины крови, АСТ, ну да, и кардиоспецифических ферментов. Дискриминантный анализ является математической моделью дифференциального диагноза. На данном слайде представлено решающее уравнение прогнозирования исходов, рассматриваемых под групп больных с внутригоспитальным инфарктом миокарда в ближайшие 6 месяцев. Все признаки, которые в таблице от меня справа, аранжированы по степени их дифференциально-диагностической значимости, для чего был использован F-критерий. При прогностическом использовании системы уравнений необходимо оценить признаки по представленной схеме. Высокие коэффициенты дискриминантной функции умножаются на значение признаков, выявленных у пациента. Полученные произведения суммируются путем алгебраического сложения и наибольший из двух показателей позволяет отнести исследуемый индивиду пациента к соответствующей группе. Аналогично может быть интерпретирован каждый из признаков, вошедших в уравнение. Максимальное значение коэффициента А указывает на его приоритет в дифференциальной модели. Так, для подгруппы пациентов с внутригоспитальным инфарктом, выживших в течение 6 месяцев, наибольшую значимость имеют признаки, такие как меньший уровень тропонина Т, отсутствие желудочных нарушений ритма в анамнезе, меньший уровень АСТ, меньший срок наличия гипертонической болезни, меньший уровень лейкоцитов, меньшая степень левожелудочковой недостаточности по килипу на момент инфаркта миокарда, менее выраженная степень снижения артериального давления и более низкие показатели скорости оседания ритроцитов. Представленные признаки описывают предрасполагающие факторы и тяжесть течения внутригоспитального инфаркта миокарда, что напрямую влияет на выживаемость. Точность уравнения проверена на контрольной группе, в которую вошли 24 выживших пациента с внутригоспитальным инфарктом миокарда и 46 пациентов под группы умерших. Результаты проверки методики на группе контроля представлены также на данном слайде в следующей таблице. Диагностическая эффективность результатов расчетов 87%, что указывает на правомощность предложенного прогнозирования. можно видеть, что один больной первой подгруппы выживших был ошибочно отнесен в подгруппу умерших. Чувствительность данного метода составила почти 96%. Ошибочные классификации второй подгруппы умерших были у 8 человек, которые были ошибочно отнесены по признакам в подгруппу выживших. Чувствительность данного метода составила 82%. Представленное распределение больных с внутригоспитальным инфарктом миокарда позволяет ранжировать пациентов по рискам благоприятного и неблагоприятного исходов. По результатам нашего исследования мы разработали показания для проведения чрезкожного коронарного вмешательства у пациента с внутригоспитальным инфарктом миокарда. Это болевой синдром более 4 баллов, уровень гемоглобина более 90 грамм на литр, уровень тропонина более 280 нанограмм на миллилитр, кинетика миокарда – это нормокинез, акинес, либо гипокинез, фракция выброса левого желудочка более 40%, давление в легочной артерии менее 30 мм втутного столба и, естественно, оценка инфаркт-зависимой артерии по шкале ТИМИ и динамике ЭКГ. Тем самым можно подытожить наше выступление. Внутригоспитальный инфаркт миокарда отличается от внебольничного инфаркта по многим анамнестическим, клиническим проявлениям лабораторно-инструментальной картине и исходам. Его летальность остается очень высокой и составляет 65,7%. Частота проведения коронарографии и последующего стентирования у пациентов с развившимся инфарктом миокарда в стационаре составляет 32,8%, что является недостаточным и обусловлено, вероятно, недостаточно быстрой диагностикой, тяжелым каморбидной патологией пациента, тяжелым соматическим статусом, ставящим наших ангиохирургов перед выбором тактики лечения. Данный аспект, мы считаем, требует внедрения специальных алгоритмов. Выживаемость пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда при наличии проведенного чрезкожного коронарного вмешательства со стентированием составляет 72,7%. Без проведения стентирования выживаемость составляет всего лишь 17,1% соответственно. Проведение чрезкожного коронарного вмешательства достоверно уменьшает летальность среди пациентов с внутригоспитальным инфарктом миокарда вне зависимости от наличия элевации или депрессии сегмента. На этом я бы хотел закончить. Спасибо. Уважаемый, я хочу поблагодарить нашего докладчика и сказать, задать вопрос. Да, хочется мне уже, как соавтору этого доклада. И вопрос будет заключаться в следующем. Вот такое уравнение и вот эта матемизация немножечко утомила слушателей, немножечко всех нас утомила, но вот только что вспоминали мы, да, профессора нашего дорогого Сыркина Абрама Львовича, и он в 70-е годы еще эти уравнения строил для прогноза инфаркта миокарда в то время, в 70-е годы, когда уже был и тромболизис, и когда были современные методы лечения. Вот эти уравнения, вы как вот рекомендуете садиться в очах и считать уравнения или же какой-то другой существует подход? На наш взгляд, все-таки можно выработать определенный алгоритм, да, определенную стратегию просчета и дать врачам, когда это будет автоматизировано. То есть в первую очередь указать на те признаки, которые требуют коррекции, конечно, в данной ситуации. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы к нашему докладчику и проблема актуальная. Ну и еще, конечно, вопрос. Ну и что, всех стентировать? Внутри госпитального инфаркта миокарда? Оперировать, вернее? Не всех, не всех. Потому что по нашей работе мы сделали такие выводы, что стентировать можно тех пациентов, у которых мы видим по определенным признакам наличие жизнеспособности миокарда. И, соответственно, эта жизнеспособность и будет определяться показанием для стентирования. Очень мудрый ответ. Стентировать надо тех пациентов, у которых сохраняется жизнеспособный миокард, которым стентирование позволит восстановить кардиодинамику, то есть динамику коронарного кровотока. И это в первую очередь те пациенты, которые действительно нужно будет оперировать. Так, наверное. Да, не слышно? А, ну тогда, а. А, Глумчик говорит. Хорошо, все. Все, тогда я перестаю задавать вопросы. Уважаемые коллеги, вопросы к нашему докладчику. Игорь Владимирович. Уважаемые коллеги, вопросы к нашему докладчику. Игорь Владимирович. Уважаемые коллеги, вопросы к нашему докладчику. И, что говорили, что это приемлемо инфаркта миокарда. Разве чисто пляж, или без баланса кровоток? Так, спасибо. Итак, вопрос. Какие типы инфаркта миокарда Вы здесь диагностировали? По нашим данным, естественно, в структуре внутригоспитального инфаркта миокарда существует и инфаркты миокарда 1 типа, которые связаны с атеротромбозом, с разрывом атеросклеротической бляшки. Но достаточно много случаев косвенно можно отнести к инфарктам миокарда 2 типа, ну и, конечно, наверное, которые связаны все-таки с дисбалансом необходимости и доставки кислорода к сердечной мышце. Хотя, хотя, этот вопрос необходимо дорабатывать. Потому что даже, я думаю, что не чисто будет второй тип, а он будет несколько смешан. Все-таки там будет и атеротромбоз, и дисбаланс играть достаточно для больших ролей. Павел Андреевич. Значит, первый вопрос очень простой. Чем болели? Чем болели? Чем болели другого, который вы случился? Это были пациенты с декомпенсацией сердечной недостаточности, которые были госпитализированы по декомпенсатой сердечной недостаточности. Это были пациенты, которые были госпитализированы с нарушениями ритма сердца. Если брать терапевтические отделения, это были пациенты онкологического профиля. Если брать неврологию, то это были пациенты с нарушением мозгового кровообращения. Хирургия, это чаще всего абдоминальная хирургия, которая требовала проведения оперативного вмешательства. Прооперировано было около 80%, которых успели прооперировать. Около 80%, достаточно высокие. Да, получали. Примерно процент... Нет, это абсолютно нормальные вопросы. По профилактике антитромботической скажу точно да. Это была ацетилсалициловая кислота, но она отменялась за определенное время до операции. По антикоагулянтам не скажу информацию, мы не исследовали. Еще вопросы у меня. Дорогие коллеги, клиническая демонстрация. Дифференциальный диагноз инфаркта миокарда второго типа и постковидного повреждения миокарда. Носко Игорь Владимирович, уже сегодня мы его называли здесь. Он долгое время работал в клинической больнице номер один управления делами президента, где заведовал отделением неотложной кардиологии. Его соавтор Грачев Денис Владимирович, который занимается сегодня тоже лечением этой тяжелой категории больных. Ковид заставил всех нас пересмотреть многие вопросы к лечению хронических заболеваний. И вот Игорь Владимирович, готов доложить, что там трудности технического порядка? Если готовы доложить, то милости просим, да, и свои соображения, и свои результаты. Спасибо. Уважаемые коллеги, честно говоря, очень приятно находиться в этой аудитории, которой не было почти 20 лет. И очень приятные воспоминания. Но хотелось продемонстрировать работу немножко с другой стороны, не со стороны развития инфаркта миокардика такового, которого в клинике достаточно много. Хотелось еще добавить по поводу вы спрашиваете насчет антикоагулянтов. В нашей клинике все хирургические пациенты стратифицируются по риску и используют антикоагулянтную терапию, если это есть показания. Я думаю, что большинство пациентов, которые уходят на операцию по хирургическому профилю, они все это получают. В принципе, развивается эта история и в перспективе будут стратифицироваться, я думаю, терапевтического профиля пациента. Поэтому тут работа ведется. По поводу инфаркта миокарда. Есть особая вот эта группа, инфаркт миокарда второго типа, которая возникает из-за дефицита кровообращения и увеличения потребности. В том числе, даже если есть ранее подтвержденный атеросклероз. И хотелось продемонстрировать это. Мы зашли немножко с другой стороны, попытались посмотреть разницу между инфарктом миокарда второго типа и наличием дифференциальной диагностики с миокардитом, который тоже, в принципе, приблизительно так же протекает. Что мы видим у пациента, который с инфарктом миокарда? Основные симптомы – это одышка, чувство сдавления или боль в груди, сердцебиение, аритмия, проявление различных видов шока, признаки сердечной недостаточности. Для пациентов, которые страдают миокардитами, вы увидите приблизительно все то же самое. Может быть, в той или иной степени проявления немножко меняются по интенсивности, по превалированию, но изменения будут похожи. Какие способы диагностики используются? Ну, на данный момент основной способ диагностики инфарктов миокарда, и это всем известно, это электрокардиография, которая используется ежедневно с оценкой ритма, с оценкой проводимости в динамике, с оценкой повышения сегмента СТ, отсутствия динамики сегмента СТ, тоже градация инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ, без подъема сегмента СТ. В клинике как раз достаточно часто бывает, когда инфаркты миокарда протекают без выраженного подъема сегмента СТ, в основном даже без него, и ставятся действительно по уровню тропонина. Также часто используются трансторокальных кардиографий, которые на сегодняшний день достаточно спрогрессировали. Аппараты настолько чувствительны, настолько часто показывают зоны гипокинеза, нарушение сократительной способности, падение фракции выброса, появление различных расширений камер сердца и так далее, что вы ориентируетесь зачастую на основные простые способы. Мы используем иногда в нашей клинике дисперсионное картирование, это немножко больше, чем ЭКГ, это анализ микроальтерации ритма, который в течение 5 минут ЭКГ снимается, и оценивается не просто кардиограмма, но и функциональное состояние сердца. Ну и также мы оценим кардиомаркеры повреждения миокарда, тут тропонин, который, ну тропонин А или тропонин Т, высокочувствительные вещества, которые говорят о том, что есть повреждения миокарда. Вот. И нам еще достаточно часто в рамках дифференциальной диагностики приходится определять маркеры воспаления. Реактивный белок, уровень интерлекинов, который мы сейчас стали чаще определять, как в связи с тем, что мы видим пациентов, которые страдали коронавирусной инфекцией и так далее, там это в рутину вошло для определения. Вот. Определяются ферритин, фибриноген и так далее. Вот. И специализированные способы исследования, которые отвечают нам на многие вопросы с дифференциальной диагностью между появлением миокардита, инфаркта миокарда, типа инфаркта миокарда и так далее, это коронарография, либо компьютерная томография сердца с оценкой коронарных артерий, уровня кальция, при подозрении на острый коронарий синдром. Для дифференциальной диагностики с миокардитами основными методами являются МРТ-сердце с гладолинем и эндомиокардиальная биопсия миокарда, что является вообще золотым стандартом явления миокардита. Хотелось представить короткий клинический пример, который позволит задуматься, наверное, как относиться к этим пациентам и как ведется диагностический поиск. К нам поступила пациентка в 54-х лет, которая тучная, рост небольшой, 170, вес 112, индекс массы тела высокий, 39, к сожалению. Жалобы у нее основные были при поступлении на одышку при минимальной физической нагрузке, общую сильную слабость, отеки нижних конечностей. Аномнистически удалось выяснить, что в начале года, в конце января, перенесла коронавирусную инфекцию, перенесла достаточно легко, но в течение месяца последнего и немного ранее отмечала перебои в работе сердца, а за в течение месяца стал отмечать, что у нее есть сердцебиение в районе 140-160 ударов в минуту, что закончилось развитием одышки, появлением отеков нижних конечностей, повышением артериального давления. Пациентка самостоятельно принимала препараты, снижающие артериальное давление, это был лазертан, с отеком боролась прием виршпирона, ситуационно снижала давление капотеном, но в связи с тем, что эффективности терапии не было, обратилась к кардиологу в поликлинику. В поликлинике проведена стандартная исследовательная электрокардиография, где выявлено трепетание террофибрилляции предсердий, частотой 150 в минуту, сделано эхокардиографическое исследование с определением фракций выбросов, порядка 35, диффузный гипокинез, а кинез переднеперегородочной области лево-желучкой. И пациентка была направлена на стационарное лечение. При поступлении состояние ее тяжелое, признаки выраженной сердечной недостаточности, это отечный синдром, это дыхательная недостаточность, частота указана 22 в минуту, но в процессе осмотра это прогрессивно ухудшалось. Сатурация была 97, давление в районе 90-100 на 60, но в процессе осмотра и проведения стандартных методов обследования в приемном отделении у пациентки давление прогрессивно снижалось. На ритм было трепетание предсердий, частотой 147 в минуту, ну и соответственно пациентка была госпитализирована в отделении реанимации и интенсивной терапии. При поступлении выставлен определенный набор диагнозов, которые требуют верификации, это инфаркт миокарда. Ну в тот момент мы не задумывались какой тип инфаркта сразу, да, то есть, ну вероятно второго типа в связи с тем, что там достаточно большая потребность в кислороде в связи с тем, что длительное нарушение ритма сердца с большой частотой. Подозрение на тромбоэмболею телеволючной артерии, наличие миокардита. При проведенном обследовании мы, здесь две кардиограммы, одна при поступлении это трепетание предсердия с частотой 150 ударов в минуту, пленка снята от ритма грамма наверху, в ниже чуть-чуть это с частотой 50, поэтому кажется, что похоже на нормальную пленку, но это на самом деле достаточно выраженная тахикардия. Пациентка была с этим госпитализирована в отделении реанимации, рядом пленка это уже после восстановления ритма по экстренным показаниям. На компьютерной томографии легких и ангиопульмонографии, которую мы сконтрастировали, провели, там признаков тромбоэмболических осложнений не было. На КТ мы видим, что тень сердца широкая, за счет и правых, и левых отделов сердца расширения, небольшой гидроторакс правосторонний. В общем-то, в принципе, основные симптомы здесь. Пациентка была госпитализирована в отделении реанимации, где проводилось эхокардиографическое исследование, было выявлено, что фракция выброса, по нашим данным, была уже 28-30%, с диффузным снижением сократительной способности, локальным гипокинезом передней стенки, верхушки. Пациентке в связи с тем, что в процессе транспортировки у пациентки снижается артериальное давление, становится 70 на 40, пациентка переводится на двойную терапию кардиотониками, норадреналин, добутамин, является выраженной дыхательной недостаточностью, переводится на искусство вентиляции легких. Ритм был восстановлен кардиоверсией, электрической кардиоверсией, и рядом вот пленочка, где ритм уже восстановлен. Но ситуация остается тяжелой. В процессе в ближайших суток проводится дальнейший дифференциальный диагноз, причина такого гипокинеза, причина снижения фракции выброса. Проводится коронарография. Здесь представлена в бассейне левая коронарная артерия, которая проходима во всех отделах. Здесь нет окклюзии, нет сужений выраженных, то есть небольшие признаки, небольшие атеросклерозы здесь есть, если рассматривать динамики, но при этом значимого ничего нет. На правой коронарной артерии такая же картина, то есть артерии интактные, артерии не являются причиной поражения миокарда, и, соответственно, мы проводим дальнейшее обследование. Также параллельно провели дисперсионное картирование миокарда, где видим, что индекс миокарда достаточно высокий, что говорит о том, что, возможно, метаболические электролитные нарушения миокарда протекают достаточно давно с повреждением миокарда. Удается провести, это уже впоследствии мы провели МРТ с Годолинием, на котором тоже есть признаки уже подострого миокардита. Это уже ситуация более поздняя, что мы подтвердили наличие миокардита. И какое проводилось лечение? Пациентка была в отделении реанимации, я уже говорила, на двойной кардиотонической терапии. В течение двух дней удалось уйти от деботамина. Она оставалась на норадреналине с последующим снижением. В связи с шоком и дыхательным, недостаточно, в том числе, переведена была на искусственную вентиляцию легких. Четыре дня находилась на ней, удачно экстубирована. Проводилось двукратное установление ритма сердца, электрическая кардиоверсия. В связи с тем, что ритм все равно срывался, несмотря на проводимые антиаритмиками, то есть кардароном терапию. Также проводились... Антиаритмическая терапия была неэффективна, в связи с тем, что пациентка несколько раз срывала, даже на больших дозах, кардаронный ритм. Также это привело к тому, что у нее начались признаки поражения щитовидной железы, уменьшения терротропного гормона. И в связи с этим проводилась антикоагулянтная терапия. В связи с этим было принято решение, чтобы восстановили ритмы с помощью электрофизиологических исследований радио-стотной абляции. Было восстановлено синусоурид, а сейчас у нее стабильный синусоурид, она чувствуется удовлетворительно. Также в самом остром периоде, в связи с тем, что больше данных за то, что у пациентки миокардит, а не повреждение миокарда, связанное с инфарктом миокарда, была проведена пульсотерапия под низолоном, 320 мг в первый день, 240 мг во второй, 120 мг в третий день. И по итогу, через 10 дней после поступления в стационар и начала лечения, пациентке уменьшается зона гипокинеза, остается небольшая в нижней стенке, только в области верхушки. Фракция выброса достигает 55%, гемодинамика стабильная, восстановлено синусоуридом, она принимает на сегодняшний день только бетолог и антикогулянты, чувствуется удовлетворительно, сегодня, в ближайшие дни была переведена в отделение кардиологии. На сегодняшний день для дифференциальной диагностики двух таких тяжелых заболений, как инфаркт миокарда и миокардит, все-таки основным методом диагностики является коронарография, которая отвечает на вопрос наличия поражения коронарного русла, наличие выраженного атеросклероза коронарных артерий и динамика ЛКГ-показателей. И в данном случае у нас способ деспрессионного картирования, который немного более интересно ЛКГ трактует. И остается дальнейший вопрос диагностики принять решение о тактике действия при нормальных коронарных артериях, когда у пациентов имеются признаки поражения миосердца, но когда делается коронарографию, коронарные артерии интакты. И остается вопрос проведения магниторезонансной томографии с годолением, проведения эндомикардиальной биопсии миокарда. Но методы не везде встречаются, достаточно трудоемкие, немного даже опасные, там есть определенный процент осложнений. Ну, в общем-то, в принципе, все. Спасибо за внимание. Вот такой у нас интересный случай на сегодняшний день. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сложный вопрос. Больше похоже, наверное, все-таки на поражение миокарда, воспалительного генеза. Но мы отталкиваемся от того, что в иностранной литературе встречается, что после перенесенной коронавирусной инфекции признаки миокардита могут в течение двух месяцев присутствовать. Мы с вами уже общались на эту тему, и вопрос все-таки остается открытым. Второй вопрос, что у нас нет субстрата для поражения миокарда за счет того же атеросклероза. И пациент молодой, и коронарные артерии интактные. И здесь остается вопрос, возможно, все-таки инфаркт миокарда второго типа. Но если миокард поражается, да, поражается, как правильно, без обратного генеза, то есть здесь в данном случае терапия привела к тому, что восстановились зоны гипокинеза, то есть они ушли, фракция выброса возросла, поэтому на наш взгляд все-таки больше вариант, что это все-таки миокардия протекала так. Ну, эндомиокардиальную биопсию мы не провели, она является золотым стандартом, и там как раз и определяется то, что наличие лифоидной инфильтрации в определенном объеме миокарда и так далее. То есть пока вопрос все-таки не до конца подтвержден. Рязанский государственный университет. Исходя из вывода о том, что проведение ЧКВ уменьшает летальность у пациентов с внутригоспитальным инфарктом, хотелось бы уточнить распределение пациентов с внутригоспитальным инфарктом по типам. Ну, об этом был уже разговор, да, мне кажется, что частично этот вопрос отвечен, и кроме того было сказано, что не всем можно провести коронарное вмешательство, потому что я же не просто так задал вопрос. Если у вас больные с инсультом, то вы вряд ли так уж активно полезете к ним в коронары, да. Тяжелая сердечная недостаточность, с которыми они поступили, да, тоже является фактически противопоказанием. И тут математика, не математика, она и так в общем понятная ситуация. Поэтому, ну, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Ира Николаевна, можно вас попросить несколько слов сказать? Спасибо большое, Галлопис. Надо стоять перед экраном, потому что запись. Итак, да, это не так, то есть я говорю прямо. Да, прямо говорите, слушайте. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, глубоко уважаемые коллеги, очень приятно, наконец-то, в очном формате встретиться. Сегодня мы также присутствуем с нашими юными молодыми ординаторами. В основном это ординаторы первого года обучения, это терапевты, это врачи общей практики, три кардиолога. Мне очень приятно, что после сегодняшней аттестации сложного дня они все-таки приехали. Очень хорошие были выступления, прекрасная, я так понимаю, диссертационная работа. Такой мастер-класс по тому, как надо выполнять исследования, как представлять результаты. И замечательно, что есть вот такая возможность поделиться опытом. и опытом между старой школой, новой школой, молодой школой, клиническое наблюдение. Это, наверное, самая-самая такая интересная часть в клинической медицине, потому что синтезирует в себе все существующие достижения и, конечно же, непосредственный опыт врача с использованием тех возможностей, которые располагаем мы на сегодняшний день. Огромное-огромное спасибо. Еще раз всех с праздником. Мы с удовольствием будем приезжать на заседание. Это, наверное, можно себе подвести, как короткий тоже итог сегодняшнего заседания. Ну, мы присутствовали на таком, я бы сказал, классическом медицинском заседании с демонстрациями больных и с демонстрациями собственных достижений, что не всегда в последнее время встречается, когда нам рассказывают иностранные работы, опубликованные где-то там, какую-то такую статистику. Работы могут быть хорошими, никто же не возражает, но они, как правило, закрывают вопрос, а не открывают вопрос. Потому что вот последняя демонстрация, она вроде бы и ни о чем, а в то же время вопрос-то простой, а что с больным? Мы сейчас понимаем, что с больным? Нет, не понимаем. Потому что, конечно, это никакой не миокардит в том виде, в классическом виде, как мы привыкли. Это какое-то поражение. Это что, вирусное поражение? Нет. Прошло много месяцев, насколько я понимаю, да? А какое тогда поражение? Почему небольшие дозы гормонов, это, конечно, не пульсотерапия. Уж ладно вам про пульсотерапию. Пульсотерапия – это тысяча миллиграмм, там, две тысячи миллиграмм. А тут 300 миллиграмм, это если пересчитать на таблетки, это все 100 миллиграмм преднизолона. Это вообще обычная банальная терапия, которую проводят гематологи, там, я не знаю, при тромбоцитопении. У сына, зятя Симонова была, так этим. 100 миллиграмм, недельку подавали, и хорошо. Здесь как-то все не так, понимаете? Вы миокардит такими дозами за три дня, да вы никогда в жизни его не вылечите. Здесь что-то не то. И вот это что-то не то, оно нам сегодня задает тон на дальнейшие розыски. Вообще, надо сказать, что я много там читаю истории по мгноту. Мгнот, как вы знаете, он печатается, начиная с первых лет 20 века, постоянно идут издания в журналах, собственные были издания книгами. Сейчас мы, вы знаете, мы имеем собственную газету, и все наши заседания в этой газете публикуются, отчеты. Так вот, мгнот – это место для дискуссий. Мгнот – это не место для конкретных лекарств, доз и так далее. Здесь вопросы, вопросы, вопросы. Вот в чем наша жизнь сегодня. Ковид нам сегодня задал перцу по всем статьям. Куда ни плюнь, мы попадаем в совершенно новые области. Ну, мы действительно перед заседанием уже поговорили на эту тему. Но вы знаете, какой главный орган поражается при ковиде? Как вы думаете? Ну, это не орган. Это правильный ответ, но это не орган. Нервная система. Основное поражение при ковиде – это нервная система. Центральная, периферическая, энтеральная, кардиоваскулярная. Вы даже не знаете о том, что существует кардиоваскулярная система, а это отдельная тема – физиология. Да, вы все знаете про проведение по пучкам ГИСа. Слышали наверняка. Но также точно проводится импульс по сосудам от того же узла атеревентрикулярного с замедлением, как по пучкам ГИСа. Он движется по сосудам, по аорте и заставляет сокращаться сосуды. Знаете, как это называется? Это называется периферическое сердце. Так вот, периферическое сердце по нынешним расчетам, кстати, это ВМА, опять публикация была, я хочу сказать, тоже из вашего гнезда там военно-медицинского недавно. Периферическое сердце перекачивает 60% крови, а миокард – всего 40%. И вот это сокращение, оно регулируемое, оно как раз и отвечает за перекачку основного потока. И, кстати говоря, я не уверен, что при таком падении, диком падении, так сказать, перфузии крови, при, в общем, относительно интактном миокарде, это было связано не с миокардом, может быть, или в том числе, а с нарушением периферического сердца. Это мои предположения, считайте их спекуляцией. Но нужно об этом думать, нужно об этом говорить. Тахикардии мы увидели, ну, в данном случае, наверное, она все-таки связана с сердечной недостаточностью, с фибрилляцией, тут как бы более-менее понятно. Но до 30-40% больных с постковидным синдромом имеют тахикардии, связанные с изменением положения тела в пространстве. Человек встает, у него до 200. Он просто, извините, на ногах стоять не может. Потом он проходит, это все проходит. Что это такое? Что за постуральная тахикардия? Откуда она берется? Каким образом это все развивается? Мы ничего про это не знаем. Факт самой постуральной тахикардии известен. А откуда? Почему постковидным синдромом? И вообще, вот мне профессор Рдашев, сидя, спросил, а почему через 2-3 месяца? А что 2-3 месяца было? Это же уже инфекция прошла. Постковидный синдром развивается спустя месяцы после острой инфекции. То есть это очевидно не связано непосредственно с вирусом. А с чем? И тут мы можем очень много перекинуть мостиков. Мы знаем, например, прогламированный нефрит с трептококковой, который после ангины развивается тоже не сразу, спустя какое-то время. Мы знаем и про другие аутоиммунные процессы, которые возникают спустя какое-то время. Мы можем задать вопрос, а что такое системная красная волчанка в этом контексте? Это что же аутоиммунный? А откуда он аутоиммунный? Что его запустило? Мы никогда не искали этих вещей. Мы видели иногда, вот гиенбары, например, да, вот инфекция, и там через две недели гиенбары тяжелейший, восходящий полирадикулоневрица, тяжелейшая инвалидизация, иногда до смерти. Очень легко лечится, кстати говоря. Да, сделали плазм ФРС, человек абсолютно здоров. Вовремя не сделали, он будет инвалидом, овощем на всю оставшуюся жизнь. Почему это происходит? Ну, надо это все изучать. Нужно смотреть, конечно, биопсию миокарда и смотреть, а есть ли там антитела к миокарду. А может быть, не к миокарду, а может быть, к эндотелию. И, скорее всего, конечно, по нынешним нашим, во всяком случае, вот нашим личным представлениям, это повреждение эндотелия сосудов с микротромбовоскулитом. Мы это называем ДВС-синдромом, как хотите, там можно это все обсуждать. Но это не просто воспаление, а это воспаление с тромбоза. И здесь первое лечение ковида основано на применении антикоагулянта. Антикоагулянты дают высочайшую эффективность при ковиде. Наш личный опыт мы лечим дистанционно. Мы пролечили на сегодняшний день 6 тысяч человек примерно. 20% наших больных – это тяжелые больные на кислородной поддержке с высочайшей температурой. Все больные идут на антикоагулянтах. Тяжелые идут обязательно на гормонах. Но доза на самом деле сопоставим. Мы даем 30-60 мг, вы дали 100, ну если в пароральных, да, считай, плюс-минус похожие, тоже короткими курсами. У нас летальность составляет 0,3%. Вы покажите мне где-нибудь еще такую летальность. Но мы сразу, у нас первая неделя от момента начала заболевания мы даем антикоагулянты. Мы не валяем дурака, мы даем нормальные дозы. Эликвиз 5 мг 2 раза в сутки. Ксорелл – это 10 мг 2 раза в сутки. Продакса – 110 мг 2 раза в сутки. И никаких у нас проблем нет. Кстати, нет кровотечения. Все говорят, будут кровотечения. Да нет у нас кровотечения. 6 тысяч человек. Нету ни одного кровотечения тяжелого. Ну бывает иногда там что-нибудь из прямой кишки выделится. Один случай у нас был язвное кровотечение. Ну мы перешли на сулодексит и в общем как-то обошлись. Вот. Но эти вопросы мы смогли сформулировать, эти подходы мы смогли сформулировать только из-за того, что мы здесь, на этом обществе, многократно, десятки раз, с разными специалистами, с Баркаганом, с моим отцом, с Нонниковым, кстати говоря, выдающимся пульмонологом, к сожалению, рано ушедшим, обсуждали эти вопросы. Мы точно так же лечили больных со свиным гриппом и тоже увидели снижение летальности в 10 раз по сравнению с остальными больными. Потому что везде есть один и тот же ДВС-синдром. Он аутоиммунный, он какой хотите, поражение эндотели. Там есть разные вариации на тему, да, можно в них разбираться. Но в целом все равно антикоагулянты остаются основной базовой терапией во всех этих случаях. И в постковидном синдроме то же самое. Надо нарабатывать такие случаи, публиковать обязательно, безусловно. И не важно, что вы там что-то не понимаете, что вы биопсии не сделали. Обратите внимание, западные товарищи публиковали в течение всего ковида постоянно случаи. Постоянно. У нас, вы не найдете случаев, в наших журналах практически нет случаев сказать, почему мы так стесняемся. Ведь каждый случай, еще раз повторяю, он заставляет задуматься и что-то поискать. Поэтому, ну, мне, конечно, тоже очень приятно, что вы привели сегодня ординаторов. Безусловно, это очень хороший знак. И я надеюсь, что наши остальные члены правления поступят в таком же духе. Следующий знак.